Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов. Вот здесь вот ранее мы выполняли утепление, делали устройство пароизоляции в настоящее время. Здесь уже ребята приступили к отделке. Нашивается гипсокартон. И произошел один очень неприятный момент. Появились у нас на углах вот такие вот подтеки, разводы. Но видно, что здесь штукатурка увлажнена. Хочу вам показать, из-за чего это произошло. Утеплено здесь все грамотно, все запароизолировано, все перекрыто, все примыкания выполнили. То есть воздуху уходить некуда. Общий вот на этом участке утепление было, обратите внимание, 200, 50 и 50. Итого, теплоизоляции, общий слой здесь вот на Яндове, в таком вот слабом месте, потенциально опасном, был 300. То есть о каких здесь теплопотерях, речь быть в принципе и не может. Ну, обнаружили вот такие вот допущенные ошибки. Сейчас вам покажу. Вот здесь вот у нас идет непосредственно Яндова, вот она Яндовная стропила. Здесь, видите, имеется подтек. Вот она. Ну и, собственно, вот эта вот водичка, которая у нас стекала непосредственно в уголах. А из-за чего? Вот здесь вот имеются скобы, открытые Яндове. Вот она. Видите, даже здесь надурвана. Вот она. И, собственно, из-за открытых скоб происходит протечка. А вот здесь вот, здесь вот, здесь вот, поглядаем с вами лед. Вот. Что-что-что-что. Видите, да? Вот он проникает. Здесь вот огромный наличь. Вот, собственно, результат того, что неправильно была сделана подкроельная изоляция. Имелись открытые места крепления скоб. Собственно, они и привели к тому, что появилась протечка. Вот такие вот, казалось бы, незначительные технологические нарушения приводят к таким вот неприятным последствиям. Всегда рекомендую выполнять Яндову корытным способом и очень серьезно к ней относиться, дабы не произошло подобных ситуаций. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok